Цены на продукты в России только в январе выросли в годовом выражении на 10%. Таковы данные Росстата. Больше всего подорожали гречка на 24%, сосиски на 22%, пельмени на 21%, пряники и вафли на 18%. Мы тоже сравнили цены на продукты в Магнитогорске, а как они изменились по сравнению с февралем прошлого года. Спросили горожан, на какие товары, по их мнению, цена выросла ощутимо. Выслушали и точку зрения специалистов. В чем они видят причины такого роста и что делается Министерством экономического развития региона для того, чтобы хоть как-то стабилизировать стоимость продуктов в Челябинской области. Пенсионерка Любовь Васильевна в магазины ходит редко и, как правило, только за самым необходимым. Признается, за ценами уследить не успевает. Ой, баснословные цены стали. На что вот вы лично заметили? Да вот хотя бы на продукты первой необходимости, на хлеб, на молоко. Вот, цены подпрыгнули. Насколько заметили? Ну вот хлеб я брала всегда по 31 рублю, он сейчас стоит 39. Практически нет такого продукта, который бы за год не подорожал, отмечают покупатели. Колбасные изделия, овощи, макаронные изделия, крупы. Фрукты однозначно, потому что, как бы, вот ребенок постоянно покупаем, мясо, курица, тоже все подорожало. Ну, сыпучие немножко. Как бы, ну, в основном, мы по фруктам и по овощам это понимаем. За изменением цен в магнитогорских магазинах ежедневно следят специалисты управления экономики администрации города. Министерство экономического развития и Минформторг России продолжает контролировать цены. С нас, ну, как бы, не снимают мониторинг цен, продолжается еженедельно. По вторникам мы в базу все цены вносим. Это сводная таблица. В ней набор из 32 продуктовых товаров первой необходимости. С минимальными и максимальными ценами на февраль прошлого года. А в этой таблице те же самые товары спустя год. Итак, возьмем, к примеру, максимальные цены. Куры в прошлом году стоили до 140 рублей за килограмм. В этом самая высокая цена составляет 182 рубля. Масло сливочное в феврале 2021 можно было приобрести максимум за 801 рубль за килограмм. В нынешнем уже за 921 рубль. Яйцо куриное в прошлом году можно было купить в районе 62-70 рублей. Сейчас от 79 до 95 рублей. Сахар в феврале прошлого года можно было купить за 44 рубля. Сейчас уже на 10 рублей дороже. По-прежнему бьют ценовые рекорды овощи. Капуста стоила от 14 до 24 рублей. Сегодня на полках магазинов она уже 48 рублей. Картофель стоил 21-34 рубля за килограмм. Сегодня от 38 до 60 рублей. Не отстают макаронные изделия. Макароны из муки высшего сорта в 2021 году стоили от 95 до 187 рублей. Сегодня от 139 до 247. Как нам прокомментировали в Министерстве экономического развития региона, в Челябинской области, как и по России, отмечается рост цен на социально значимые товары. Вместе с тем, цены на товары первой необходимости в области в целом не превышают общероссийских, а по некоторым показателям даже ниже. Увеличение цен на продовольственные товары связано в части производителей, прежде всего с неурожаем в результате засухи летом прошлого и позапрошлого годов, повышение стоимости электроэнергии, транспортных услуг, упаковки и других составляющих себестоимости продукта. Данным профильным органам оказываются адресные меры поддержки производителей. В Министерстве также заверили, что в регионе ведется работа по сдерживанию цен. В январе 2022 года проведено совещание под председательством заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука при участии Управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области и представителей федеральных и региональных торговых сетей по вопросу обеспечения устойчивости цен на социально значимые товары в регионе. В ходе совещания рассмотрен вопрос о возможности фиксирования торговой наценки на отдельные категории социально значимых продовольственных товаров в розничных, федеральных и региональных торговых сетях, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Между тем, в начале года экономисты строили довольно радушные перспективы. По итогам 2022 года ожидали замедления инфляции и укрепления рубля к декабрю, а также постепенного восстановления баланса на рынках, где в настоящее время наблюдается дефицит. Но в связи со сложившейся на Украине ситуацией и резким снижением курса рубля, сегодня прогнозировать что-либо бессмысленно. Юлия Черешнева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.